Всем привет! Сегодня говорим про новый Honor MagicBook 14, ну то есть как новый на самом деле. Важные изменения по сравнению с прошлым поколением здесь ровно одно, это процессоры Ryzen 4000 серии. До этого, если кто-то забыл, стояли Ryzen из 3000 линейки. Так что потестил его, сравнил с предшественником и вообще активно пользовался, чтобы рассказать вам о плюсах, минусах и вообще о своих впечатлениях. Вы на канале iZenderToday, приступаем! Для начала давайте посмотрим на цену вопроса, потому что сейчас в продаже есть как условно старые модели, так и новинки. Итак, официальная стоимость MagicBook 14 с новым процессором 59 990 рублей, что на 10 тысяч больше, чем такая же официальная стоимость предыдущего поколения. Кстати, на сайте Honor две модификации даже не стали разводить по разным страничкам, так что если будете покупать, то будьте внимательны, так как версии с разными процессорами продаются через одну и ту же форму оформления заказа и нужно выбрать правильную. По базе Яндекс.Маркета более доступных предложений я на момент записи этого видео не нашел, но через какое-то время они, разумеется, появятся. Ссылки, по которым можно купить или чекнуть цены в описании. Как уже сказал, изменений в новом, или, наверное, даже правильнее сказать, в обновленном MagicBook 14 немного. Снаружи так, наверное, и вообще ничего не поменялось, что, наверное, и к лучшему, потому что уже и в прошлом поколении 14 MagicBook были хороши в этом плане. Во-первых, конечно, цельнометаллический корпус. Металл, правда, не самый толстый. Если на крышку надавить, то она немножко прогибается. Но, тем не менее, металл есть металл и в целом он ощущается приятно. Во-вторых, в отличие от пятнашки, крышка маленькой версии раскрывается на полные 180 градусов, а это удобно, особенно если валяешься с ноутом на диване. Да и вообще, с точки зрения удобства и компактности, 14-дюймовая модель, конечно, топ. Если кто-то постоянно таскает ноут с собой, то имейте в виду. Ну а за габариты приходится платить разъемами. Всего два USB, HDMI и комбинированный 3,5-мм аудиоджек. Еще есть один USB Type-C, но он используется для подзарядки, так что в качестве именно разъема доступен только при работе от батареи. Из интересных особенностей конструкции я для себя отметил два момента. Первый – это сканер отпечатков в кнопке включения. Сама кнопка, к слову, вынесена за пределы клавиатуры и случайно ее не заденет. Сканер работает четко, ошибок почти не случается. В крайнем случае иногда придется повторно приложить палец на приветственном экране. Кстати, мне тут недавно подсказали один момент, на который я сам как-то до этого не обращал внимания. Смотрите, если ноутом пользуется несколько человек, каждый со своей учеткой, со своими паролями и так далее, то не надо при включении каждый раз выбирать нужную. При нажатии на кнопку система сразу определяет, кто это сделал и загружает правильный аккаунт. Второй момент – это фирменное размещение веб-камеры под одной из кнопок верхнего ряда. С точки зрения дизайна и конфиденциальности это здорово. Но как только попытаешься воспользоваться ей по назначению, то становится понятно, что место не такое уж и удачное, потому что смотрит она на тебя снизу вверх. Вот, записал небольшой пример, как это выглядит. Вот так вот снимает фронтальная камера на Honor Magic Book 14, в принципе, на всех остальных ультрабуках Huawei и Honor, неважно, прошлой линейки, текущей линейки. В общем, примерно такое качество, примерно такой ракурс вы получите на всех ноутбуках, в которых вот эта камера спрятана в кнопку на клавиатуре. Разобрать ноут с одной стороны несложно. Нужно всего лишь открутить несколько винтов и потянуть крышку на себя. Ну а сами винты со шлицем Torx, звездообразной формы, а твердки с такой головкой есть не у каждого. Впрочем, снимать крышку особого смысла нет. Большая часть элементов внутри распаяна на плате, как и в большинстве других ультрабуков. Каких-то дополнительных разъемов, чтобы поставить второй SSD, например, в нем тоже нет. Так что только если захотите поменять накопитель полностью или почистить внутренности от пыли. Вот это, кстати, периодически делать не повредит. А так, ничего особенного внутри нет. Система охлаждения включает в себя один вентилятор, пару небольших радиаторов и несколько тепловых трубок между ними. Ну и примерно половину всего объема занимает аккумулятор. Экран в обновленном Magic Book 14 тоже особо не изменился, по сравнению с предыдущей версией. В нашем случае это панель на 14 дюймов, IPS-матрица и разрешение Full HD. Так что с точки зрения четкости картинки полный порядок. Для такой диагонали этого разрешения хватает с запасом. А вот сама матрица не сказать, чтобы поражать воображение. Это недорогая модель производства боя. Нет, плохой ее не назовешь. Для обычного повседневного использования хватает вполне цвета. Нормальные углы обзора тоже, хотя и не рекордные. Если смотреть с большим отклонением, то яркость падает. Но тут уже выручает угол раскрытия. Всегда можно подобрать удобное положение. Но вообще как раз запаса по яркости маловато. Матрица выдает максимум 250 нит по паспорту. Так что даже в помещении, если сидеть днем рядом с окошком, приходится выкручивать где-то на 75%. А если придется работать на улице, то и полной яркости будет маловато. Точных данных по цветовому охвату я что-то не нашел. Но судя по тому, что в промо-материалах этот момент никак не отмечается, похвастаться очевидно нечем. Из того, что понравилось, отмечу качество подсветки. Засветы по краям есть, но очень небольшие и по факту придраться не к чему. По клавиатуре и тачпаду рассказывать особо нечего, потому что вот они по сравнению с предыдущим поколением вообще никак не поменялись. Ну если, конечно, не упустил чего-нибудь. Главное, на чем хочу заострить ваше внимание, то что в 14-дюймовой модели есть подсветка клавиатуры. Одноцветная, двухуровневая яркость, все дела. Говорю про это отдельно, потому что в пятнашке подсветки нет. И я на вот эту вот разницу между этими моделями долгое время как-то не обращал внимания. Так что если вдруг вам наличие подсветки важно, то имейте в виду. В остальном все, в общем-то, стандартные. Клавиши крупные, ход хоть и небольшой, нажатия ощущаются хорошо. Для игр, наверное, все равно не лучший вариант, но вот текста набирать мне на ней прям нравится. Что касается тачпада, то нормальная чувствительность, жесты и касания обрабатываются хорошо, люфта нет. Можно было бы сделать побольше саму площадку, но и так в большинстве случаев хватает. Работает новый MagicBook под управлением Windows 10 домашнее. И про винду, думаю, рассказывать особо смысла вам нет, поэтому давайте сразу к фирменным дополнениям, которыми ноутбуки Honor отличаются от остальных. И их по сути всего два. Первая это программа PC Manager, которая следит за состоянием драйверов и по мере выхода новых версий обновляет. Но так в теории. На практике, по моему опыту, не все работает идеально. Например, для графики лучше установить драйвер вручную, скачав его с сайта AMD.com. И причем при установке предварительно отмечаете галочку, которая отвечает за удаление старой версии, потому что иначе могут возникнуть проблемы. Но вот вторая уже поинтереснее. Это технология Magic Link. Если вкратце, то она позволяет одним касанием связать ноутбук со смартфоном Honor или Huawei при помощи NFC-чипа. И потом быстро и без проводов передавать между этими девайсами файлы, изображения и так далее. Плюс транслировать экран смартфона на ноут и все такое. Короче говоря, удобно, но только если вы пользуетесь смартфонами Honor и Huawei и достаточно свежими. Полностью все фишки доступны, только если на телефоне стоит Android 10. Ну что, добрались до самого вкусного, ради чего, собственно, затевался весь этот сыр-бор с выпуском обновленной версии. Это процессор. Ну и графика заодно, конечно, потому что здесь у нас стоит гибридная модель процессора со встроенным видеочипом, но дискретной видеокарты, соответственно, нет. В новых MagicBook 14, как, собственно, и в 15-х, стоит Ryzen 5 4500U. И про него давайте поподробнее. В отличие от мобильной 3000-й серии, в нем используется архитектура Zen 2 и производятся они по 7-нанометровому техпроцессу против 12 нанометров у прошлой серии. Кроме того, в Ryzen 5 4500U 6 ядер вместо 4 у Ryzen 5 3500U, но, правда, в этой модели отключена технология виртуальной многопоточности, так что будет интересно посмотреть, как это скажется на производительности в многоядерных тестах. Ну и частоты тоже выросли. 2,3 ГГц базовая частота, а максимальная может доходить до 4000 МГц. А вот графический чип, как ни странно, упростили. Если в Ryzen 5 3500U стоит Vega 8, то в этом уже всего лишь Vega 6, которая по всем параметрам немного уступает. Да еще и памяти для нее выделяется всего полгигабайта, а не один гигабайт, как для Vega 8 в прошлом поколении MagicBook. Компенсацией за все эти потери стали частоты, которые подросли сильно и составляют для видеоядра 1500 МГц. Оперативной памяти, к сожалению, остались все те же 8 ГГц, как и раньше. Напомню, они распаяны на плате, поэтому добавить или поменять не получится. Спасибо, хоть работают в двухканальном режиме. Под хранение стоит SSD, мы его уже видели прежде сборки, и вот такую скорость он выдает в CrystalDiskMark. Ну и давайте смотреть на результаты. Для сравнения взял показатели Huawei MateBook 14, также с Ryzen 5 3500U, как и прошлое поколение MagicBook 14-х. Ну, по сути, это вообще одинаковые ноуты, только под разными брендами выпускаются. Так что сможем оценить, насколько велика разница между разными поколениями процессоров, и стоит ли она того, чтобы переплатить за обновленный вариант ноутов. Начнем с синтетики и наших любимых 3DMark. Что сказать, преимущества новой версии налицо. Абсолютные значения у вас сейчас на экранах, а если говорить об относительных, то Ryzen 5 4500U оказался быстрее от 5%, если брать результаты теста Fire Strike, до жестких 37% в Night Raid. Причем, что для меня даже немного неожиданно, по графическим баллам новый проц тоже впереди, несмотря на то, что само видеоядро слабее. Отличный эффект от более высокой частоты. А вот в Geekbench графика уже не задействуется вовсе, так что тут как раз и можно оценить, что оказывается эффективнее. Честные 6 ядер или же 4 с возможностью параллельной обработки данных, что в итоге дает 8 потоков. Как видите, новинка победила без шансов для конкурента и в одноядерном, и в многоядерном режимах. Одноядерный, кстати, тоже не менее важен, правда тут преимущество и за счет более высокой частоты, и за счет новой архитектуры, поэтому сложно сказать, что именно сыграло большую роль. И еще один тест, где можно оценить и многопоток, и одноядерную производительность. Здесь новинка просто уничтожила своего предшественника. Плюс 61% в многоядерном режиме и плюс 68% в многопоточном. Как говорится, мое почтение. Кстати, не забываем, что TDP остался на прежнем уровне. Последний синтетический бенч перед проверкой реальными играми это PC Mark 10, который эмулирует самые разные типы нагрузки и выдает общий рейтинг производительности. И согласно ему, 4500U оказался быстрее на 25% по сравнению с моделью предыдущего поколения. Игрухи все проверял в разрешении 720p на средних настройках. Выше на подобных ноутбуках, сами понимаете, просто нет смысла ставить. Первый на очереди Assassin's Creed Odyssey. И даже на таких настройках игра по большому счету неиграбельна, что на одном, что на другом процессоре. Но прирост в случае нового поколения все равно есть. И если смотреть на относительные значения, то это почти 30% по среднему FPS. Но все же, если вы поклонник Ассасина и рассчитываете поиграть в него на ноутбуке, то лучше присмотреть более игровую модель. А вот последняя на данный момент обитель зла внезапно на старом процессоре оказалась быстрее. Да, совсем немного, но тем не менее. Возможно, тут сыграло роль то, что новые резики придирчивы к объему видеопамяти, а в новинке под нужду видеочипа ее выделяется ровно вдвое меньше. Это только предположение, но лучшего объяснения я не придумал. Третий Ведьмак даже в таком режиме не сказать, что бы летает. Но, в принципе, играть можно в обоих случаях. Новинка здесь снова быстрее и довольно серьезно. В среднем почти на 20%. Учитывая, что это RPG и редкие просадки до 20 с небольшим кадром в секунду не могут фатально помешать. В принципе, пройти в очередной или в первый, если вы, как я, до сих пор его не прошли раз, вполне можно. За сетевые проекты у нас сегодня War Thunder. С ее отличной оптимизацией на самом деле можно играть даже на высоких и Full HD. Но на таких настройках, которые выбрал я, проблем с ней не возникает ни у условно старого Ryzen, ни тем более у нового. Если говорить о сравнении, то плюс 30% быстродействия по среднему количеству кадров в секунду при переходе на ноут с новым процессором. Пятая GTA в среднем тоже показывает приличную производительность на нормальных настройках, как они называются в игре, но по факту, наверное, их правильнее назвать низкими. Правда, тут есть проблема с просадками по минималке, и в случае с новым процессором они оказались даже чуть сильнее. Но по среднему значению преимущество 17%. Borderlands 3 тоже нельзя назвать подходящей игрой для компактного ноута со встроенной графикой. Что на старом процессоре, что на новом, о комфорте говорить не приходится. Тем не менее, Ryzen 5 4500U хотя бы по среднему значению выдает больше 25 кадров в секунду. Не предел мечтаний, но это и не игровой ноут. Если говорить про общую усредненную разницу, то в синтетике новый MagicBook 14 оказался на 33% быстрее, чем предшественник. В играх разница чуть поменьше, 19%, что, в общем-то, тоже немало. Теперь немного по нагреву. Самая высокая температура, которую я зафиксировал за все время прогона всяких тестов, игр процессора была 86,3 градуса по Цельсию. Что касается графического чипа, то он нагревался максимум до 65-70 градусов в зависимости от игры или приложения. Температуру самого ноутбука снаружи мне замерить, к сожалению, нечем. Но могу сказать, что очень сильно нагревается верхняя часть под нагрузками серьезными. Вот эта вот, которая рядом с экранным шарниром. Она становится прям, ну, можно сказать, обжигающей. И долго продержать пальцы на ней некомфортно. Область клавиатуры в левой части тоже нагревается, но уже не так сильно. Поэтому какого-то дискомфорта даже при высокой загрузке, опять же, не возникает. Там печатать, пользоваться вполне себе можно. И, думаю, никто не обожжется. И еще один важный момент – это автономка. Любопытный факт, в 14-дюймовой модели стоит более емкая батарея, чем в пятнашке. Что, собственно, по времени работы нового MagicBook, то в моем стандартном тесте с зацикленным видео на половине яркости в авиарежиме он продержался почти 15 часов. И это очень крутой результат, потому что 14-дюймовый MagicBook прошлого поколения в таком же тесте выдал всего лишь 10 с небольшим часов. Так что эффект от перехода на 7 нанометров налицо. И это еще с учетом двух дополнительных физических ядер. Заряжается он, кстати, от адаптера на 65 ватт, который можно также использовать для зарядки смартфонов. И если это аппараты Huawei или Honor с поддержкой быстрой зарядки, то она будет работать. Ну что, подводим итоги. В принципе, глобальная проблема, как и раньше, всего лишь одна. Это 8 гигов оперативной памяти, которые никак нельзя расширить. И, в принципе, в повседневной жизни это никак не мешает. Да, в общем-то, и в играх тоже, потому что в тех играх, которые он, в принципе, способен тянуть, там, по процессору, по графике, много оперативки и не требуется. Но вот в каких-то профессиональных задачах, там, не знаю, монтаж видео, какой-нибудь 3D Max, ну и прочее подобное, в каких-то тяжелых проектах уже может и не хватить 8 гигов оперативки. Но, в принципе, для таких вот именно профессиональных задач и действительно серьезных каких-то проектов, там уже нужны машины посерьезнее, чем тонкий лэптоп. Что касается разницы с предыдущим поколением на Ryzen 5 3500U, то вы сами все видели, она есть и она довольно-таки заметная. Так что, мое мнение, если есть возможность переплатить и взять модель на новом процессоре, то стоит это сделать и это будет оправдано. Тем более, что кроме производительности у него, как выяснилось, еще и автономка получше, что для многих будет, я думаю, важно. Если есть вопросы или дополнения, то пишите в комментариях, с радостью всем отвечу. Лайки и подписки по-прежнему строго приветствуются. И у меня на этом на сегодня все. Увидимся в следующих видео. Пока!